Итак, дорогие друзья, это моя вторая игра в Крусейде. О чём же была первая, спросите вы? А первая была о том, что рота Ультрамарин под названием Палец Гильмана была отправлена на войну с некронами, где не только проиграла, но и их капитан сломал ценный артефакт. Артефактный меч. И далее решил в этом не признаваться начальством. Он узнал, что подобный артефакт есть у сестёр битвы. И решил незаметно его позаимствовать. Давайте же посмотрим, что из этого получилось. Так, ну и что у нас есть? У нас есть релик терминаторы, которые закачаны кулаками с пилами Chainfist. У них есть риперка и у них есть бластер двуствольный у их сержанта. У нас есть пятёрка горлонов с хэви-болтером. У нас есть интерцессоры вооружённые сталкер-болт-райфлами. И у нас есть капитан Примарис в гравис-арморе с мастер-крафт и силовым мечом. И в довесок ко всему с ними ещё присутствует инквизитор, вооружённый инферно-пистолом и форс-сордом. Вот в целом и всё. Итак, у нас Ордер Милосердия. У нас тут чаптер-тактика, которая говорит нам, что мы игнорим минус один... Ну, минус один игнорим. И вторая чаптер-тактика, которая говорит, что на 1-2 мы не уиндимся, потому что ну его нафиг. И так хиленькие девочки у нас. А у нас Кананесса. Она очень любит пить чай. А ещё у неё Блест Блэйд, которым она больно бьёт, потому что она поворолор-трейту реролит всё там, что может реролить. И у неё, собственно, релик. Это мантия, которая даёт ей второй армор. 1-3 её не мундят. Ну и так далее. С ней палантина, которая принесла ей сэндвичи, потому что ну Кананесса, вам сэндвичи. Она... у неё просто злой болт-пистолет, который стреляет 4 раза. Там ярость императора, вот это всё. С ней 2 эмалятора, ну потому что надо же сжечь. Немножко девчонок с хэви-болтерами, ретри-вьюторши, просто хэви-болтеры и супериорка с обычным болтером, потому что пошла нафиг. И обычный отряд девчонок с мельтой и комби-мельтой. Бросок на выбор дефендера-атакера. Это у тебя... Манюдин 6. 6. 6, значит Максим выбирает. Да, я буду защищаться. Кто будет первым? Я. В девятку я играл всего один раз, а вообще Вархаммер можно пересчитать по пальцам одной руки какого-нибудь очень пьяного слесаря. Так что я практически не помню никаких стратагем, и когда я увидел на столе ещё и танки, я подумал, ну мне нечем будет их ковырять. У меня, конечно, есть чейнфисты, но им же нужно ещё дойти. А все мы с вами знаем, что у терминаторов всего-навсего пятый мув. Повезло, хотя бы я хожу первым. Мув фаза. Ультрашей начинается с движения отряда обычных парней на левом фланге. Продвигаются вперёд. Правого фланга парни на 11 с адвансом продвигаются в рыночке. Подбираются к девчонкам, которые засели наверху с хэви-болтерами или трибьюторши. Там вот прячутся, но к самой руинке не подходят, их пока не видно. Капитан, ну он не эдвансит, никуда ему тут эдвансит, никуда он просто идёт. Ребят, бежите, бежите, а у меня возраст уже не тот. Реликовые терминаторы идут вперёд по улочке вдоль руиночки. На 5 дюймов. Кто-то в новой редакции добавил дюйм. Они благодарны этому. Сзади ещё инквизитор. Первый ход Максима и он свой... Как его, господи, всё, выпало сбило. Эмулятор. Подвозит с левого фланга, с его права, ультрамарин, чтобы увидеть их руиночки, пожечь туда. На 18 летят. 2 КП потрачено, чтобы каждый из огнемётов 6 выстрелов делал в руинку. Шестая сила. Четвёртую стойкость с 3. Минус 3, да, там, видите. И вот это минус 2, а будет 4. А, ещё и пышки. 4 четвёртых сайва сначала просто. Бам, хорош. И ещё 4 пятых сайва тоже. Бам. О, красавчик. Полтора пацана. И с хэви-болтером туда же достреливают. Этот рупик умер. С 3 попали 2. Теперь пятая сила в четвёртых. Ну, с 3 же 2. 2 четвёртых. Пожалуйста. Второй ход Артёма. Справа фланга. Чуть-чуть подсоканные Приморисы. Поднялись на второй этаж. Будут перестреливаться. Если что, цель вот там. Канал Несса сидит как раз. Хотят задавить её оверхилмингом фаер-пауэром. Ну и капитан туда тоже поднялся. Кто-то ранку забыл, но мы её посунули. Терминаторы выходят из-за руиночки. Чтобы смотреть, тоже видеть всю диспозицию противника. И с левого фланга мальчишки входят в руинку. Чтобы тоже как-то участвовать в этом движи. Стальба начинается слева. Сначала из болтера, который единственный видит. Достает сюда. Три плюс попасть попали. На три плюс же пробить. Бам, есть. Второй армор девчоночек. Бам. Берролл? Нет? Интересно. Началось. Туда же хреболтер. С четырёх, потому что ходил один попал. Теперь с трёх пробить пятая сила в третью. Бам, есть. Третий армор. Бам, это он. Теперь терминаторы. Сначала из риперки туда же в сестёр. Она хэви, да? А он всё равно трёх с трёх. С трёх попали три раза. И седьмая сила в третью ставну с двух плюс. Нет, с трёх. С трёх, а, извините, да, потому что тактика. Четвёртые арморы. Бам. Один провалили. Невчоночка. Теперь туда же комби-болтеры. Три плюс попасть. Роллов капитан не дотягивается. С шесть, к сожалению. С трёх же пробить. Уп. Есть у нас пять. Пять вторых сейвов. Один провален. Ещё одна умерла. Интерцессоры увидели, что канонесса осталась при прикрытии всего лишь двух девчонок. Этого не хватает, так что они могут стрелять в неё. Ну вот, вот он мой шанс. Прямо сейчас просто взять и пристрелить канонессу. С четырёх попасть. Реролл копеек за капитана. Бам. Не помогло. Я прероллю ещё один за копашечку. Окей. Бим. Попал. Два. Четыре плюс пробить канонессу. Один есть. Третий. Бам. Две девчонки проверяют, убегут или нет. Бум. Пять. Пять плюс два. Три. Восемь. Одна девчонка убегает автоматом. Вторая на один-два. Нет, осталось. Второй ход Максима. Он чуть-чуть подвозит эмолятор, так что, ну, разворачивает его, чтобы он одновременно видел подходящих терминаторов. И главное кинуть четыре на адвансе канонесса, чтобы спуститься по всем этажам вниз. Бум. Можно приролить. ДКПшечку. Да. Надо спасать девчонку, потому что партия заканчивается сразу. Это шестерка. Все. Молодец. Короче, она к своей, как ее зовут, второй. Палантин. Палантинке. Пришла, и они там пьют чай. Все вот это вот. Прыткие нынче пошли и канонессы. Я, честно говоря, думал, что они не бегают по аналогии с прапорщиками. И второй эмолятор выезжает тоже вот так вот, чтобы видеть и доставать 18 дюймов терминаторов. В чем суть? Терминаторы ходят на пять. И как бы им на 12, там примерно, да, они даже не дочарджат, в принципе, до эмоляторов. А так как стрельбы особой нет, противотанковые, только кулаками могут разобрать. Поэтому эмоляторы сейчас будут кайтить просто. Шутинг фаза. Эмолятор посередине с хэви болтера туда осаживает на три плюс. Два раз попал. С трех же пробить. Два раз пробил. Терминатор, который ножки встает в руинке, кидает армор. Два. Вторых. Бух. Рерол. Рерол. Типичный рерол. Как в песне поется? В одной ранке остался. С огнеметов за 2 кп 12 выстрелов. Бух. Вот это убрали. Два минус вторых. Остальное первое. Сначала два минус вторых. Тот же парень, который ранен, кидается по одному. Сейву. Третий. Давай. Бам. Это он. И второй. Бам. Это тоже он. И пошли минус первое. Тоже в того же парня по одному. Бам. На первом же он окалел. Теперь вот этот умер. Какой-то другой парень будет принимать в себя. Видимо не в пушку, тогда просто обычные парни с минус одним. Кидай все тогда сразу. Семь третьих арморов. Ух. Смотри, что все откидал. Лайка босс. Второй эмолятор. Без стратегемы. Но туда же. Болтер. Тяжелый. Попал два раза. Пробить один. Третий армор. Бам. Это не он. Два дамага влетело в паренька вот этого. Огнеметы. Два Д6. Восемь выстрелов. Прожечь на три плюс. Шестая сила. Два не прожгло. И один минус два. Четвертый. Это не он. Парень. Умер. Пять минус третьих. Еще два. Но парень остался в ранке. Вспомнили, что Хантер Киллер Мислы входит в стоковое оборудование этих двух эмоляторов. Три плюс попасть. Как всегда, все, что забыто, то не попало. Последняя смелая ретрибьюторша туда же в терминаторов. Попасть на три плюс. Все там. Пробить на три плюс. Один минус второй. Четвертый. Армор. Это не он. И дожали еще одного терминатора. У парней ледак там типа десятый. Так что потери трех вообще их не парит. Ультраши. Плюс один ледак. Мужики. Ну, фаза. Начинается с того, что здесь тактичка выдвигается вперед. Шесть дюймов, хочет увидеть танки вражеские, пострелять из болтеров, из прочего. Вот так вот выходит. А возможно, просто сзади подбираются к святой. Смотреть, что он это. Интересно. Инквизитор. Прячется теперь за большими широкими спинами крыланов. Потому что терминаторы закончились. Терминаторы хотят кавером закрываться. Вот, короче, стоят. Они вот так встанут, чтобы вот тот хрен их не видел. Ага, логично. А в этого доставать. А, я, кстати, могу, наверное, встать так, что ему хотя бы ехать придется. Ну, в целом уже. И на правом фланге парни в руинке. Чуть-чуть передвигаются. Вот так вот, чтобы все видеть. Всех наказывать. Девчонку развлекать наверху. Девчонок внизу развлекать. Да, я хочу, чтобы ты получил хотя бы еще один батлскар. Инквизитор Констигейшн. Констигейшн в... Как это, блядь, называется? Инквизитор Констигейшн в эмолятор. Тая сложность не получилась. У меня складывается ощущение, что Инквизитор не просто прикидывается Инквизитором. Так он еще и играет на стороне врага. А я верил ему. Приролы? Да, почему бы и нет. Я же должен приролить один кубик. Нет, оба. Прирол. Есть. На трех кубах перекинуть восьмой ледак. Бам. Прирольных. То, что на углу стало, не получилось. Вот видите, о чем я говорю. Тогда из хэви-болтеров и обычных болтеров туда же. Хэви-болтер с четырех... Один раз попал. С пяти пробить не пробил. Три болтера с трех попасть все попало. С пяти пробить... У-у-у. Три с минуса П. Три четвертых. У меня два проваленных. Девять вундов осталось у эмолятора. Терминаторы из автопушки туда же стреляют. Четыре выстрела с трех попали. Три. Четыре плюс седьмая сила. Два раз пробила. Два пятых сейва. Один пятый сейв. Восемь ран осталось. Интерцессоры пытаются дожать последнюю ретрибьюторшу. С четырех, потому что ходили. Пропали. За лорда. Лорда позволяет приролить капитал, вернее. С трех пробить два. Первый, второй есть? Второй называли. Девочка умерла. В начале хода погружаются из эмолятора девчонки. Ответ, который сидел и ждал. Время пришло. Из второго эмолятора выходит. Кто это у нас? Палантина. Вообще никого не боится. Что на Приморис? Сейчас. И чуть-чуть подвигается эмолятор, чтобы доставать до термосов. Фазы-то любые. Девчонки из двух мельц и из болтеров стреляют в терминаторов. Комбик. За Миракл Дайс попал. Обычные. Не попали. Буду ли я реролить? Нет, наверное, не буду. Пробить. Не пробило. Буду ли я реролить? Там четвертый, да? 50 на 50. Не, не буду. Комбик, который мель-то попал автоматически. На 4 плюс попал один. Остальные болтеры. Половина мимо. И пробить с четырех. Два. Два вторых сэйва. Красота. Парирол. Полотинка. И сок крутого пистолета в примарисов. Попасть. О, два раза попала. Девчоночка. Так, какая там сила? Какая-то? Пятая. Пятая. Один пробил. Один четвертый. Это он. Эмалятор с левого фланга. Все стреляет в примарисов. Количество выстрелов на огнеметах. Ух. 11. Даже стратегемки не нужны, потому что так все хорошо кидается. Шестая сила. Четвертую стойкость на 3 плюс. Много колов и двоек. Один четвертый. Сейв. Нет. И у нас парень с одной ранкой отвалился. Пять третьих сэйвов. И еще один парнишк тоже отвалился. Вот этот. Хэви болтер туда же попал два раза. И с так же трех пробил один нас минус. Четвертый сейв. Блин. Это не он. Два. Это мага. Вот это можно уже ролить. Бам. О, откинул. Там пятерочка. Вот она. Второй эмалятор снова впитывает 2 кп. Хочет пострелять из хэви болтера в этих парней. Карланчиков. И в терминаторов дожечь из огнемета. Огнемет 12 выстрелов. На 3 плюс пробить. Минус 4. Минус 5. Не, больше. Там 5. Семь вторых сейвов. Осталась пушка в двух ранках. Но этого достаточно. Ну вот, друзья, терминаторов практически не осталось. А вместе с ними растаяла и всякая надежда на уничтожение вражеской техники. Хэви болтер. Попал 2 раза. Пробить на 3 плюс. Бам. Четвертый сначала сейв. Бум. Труп у стены. Труп у стены. И теперь уже просто четвертый. Бум есть. Вот этот паренек умер. Фаза черджея. Девчонка хочет пройти на 4 дюйма. Зарезать черты матери вообще всех. Легко. Такая встала. Эй вы. Капитану хироика не хватает. Труп. Чуть подальше встали. И он типа 5. Да. Но не 3. Понизу. Полотинка. Бьет свои атаки. 2 плюс. И пробить. 4 плюс. Один есть. Один. Пятый. Армах. Это не он. Откусили Примариса ранку. Теперь они отвечают. Девчонки. Пять атак. Вместе. Роколов за капитана, который сзади командует. Попали 4 раза. И с 3 четвертой силы по треть стойкости пробили 3. 3 треть хармора. Все там. Четвертый ход Артема. Он выдвигает карланчиков. Карликовым девочкам. Очень маленькие девочки. Метр пятьдесят. Метр пятьдесят. В смысле, женщины. Это женщины и женщины. Не подумайте ни в чем. В наших репортах всем как минимум 18 плюс. Квизитор прикрываясь спинами. Марф продвигается вперед. Капитан спускается вниз, чтобы разобраться с полотинкой, накрутить ее на свой приморский меч. Фазу магии. Фазу магии инквизитор констигейшн в эмалятор. Фазу магии инквизитор констигейшн в эмалятор. Штай-сложность не получилась. Бум, рел, нет. Нет ничего хуже, дорогие друзья, чем когда вам врет ваш собственный инквизитор о том, кто он такой. Карланчики из всего, кроме хэви-болтера, стреляют девчонок из хэви-болтера в эмалятор. Хэви-болтер, три выстрела, с четырех попасть, потому что ходили, один раз попал. С пяти пробить, не пробил. Четыре выстрела с болтеров, с трех попали три. И с трех же пробить, пробил один. Третий армор, это он. Плазма-пистолет с сержанта, бам, не попал. Хорошо, что не грели. Инквизитор в девчонок из инферника своего. Три плюс па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Терминатор из своей автопушки риперки в эмалятор. Четыре выстрела на три плюс. Попало три. И с четырех пробить, семая сила, седьмую, один. Пятый армор, это не он. Осталось семь. Интерцессоры в ближнем бою из болт-пистолетов в полотинку. Три плюс па-па-па-сть. И плюс пробить. Один. Чуть, это не вуль. Одну рангу сняли. Три вунды осталось у полотинки. Капитан через плечо девчонки в этот эмалятор. Два плюс па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Бэм, два раз попал. Реруза себя нету. Нету, это не та редакция. И с пяти, видимо, четвертая сила какая-нибудь. Нет. Черджик, капитан, пришел к полотинке. Тактичка. Чардж в девчонок. Да. В восемь. Ходит со спины, чтобы потом в эмалятор подойти, чтобы он их сжег в упор. Какое возможно? Инквизитор тоже чарджится. Этого достаточно. Капитан бьет в полотинку. На три плюс пять атак попасть. Бум. Минус две. И теперь на два плюс кулачком. А три плюс, да, потому что тактика. Максим следит. Пробить два. Минус. Неважно, четвертый инвульник. Бам. Один есть, одного нет. Реролов нет. Девчонка теряет две вунды, осталось в одной. Инквизитор ПВшкой по девчонкам. Бум. Попал. Сколько-то? Два плюс. Три плюс пробить. Ух. Что-то не получилось. Ну ладно, на его курсах косплея и сайберфайтинга драться его научили. Но, к сожалению, меч резиновый. Тактичка тогда пытается прикрыть спину косплеера. Очевидно, что это не настоящий инквизитор. Десять атак на три плюс. Есть промахи. Целых четыре. Четвертая сила по третьей стойкости. Три плюс. Один не пробил. Пять. Четвертых арморов. Мы видим, что два проваля. Две девчонки покидают нас сегодня. Теперь полотинка бьет. Примысл? Да. Надо попасть. Ух, все попало. Красавица. Пробить. Три пробила. Три шестых армора. Ни одного. Приморисы кончились. Жестко полотинка драться. И три сестренки бьют в обычных пацанов. Промазали парочку раз. И с пяти ничего. Уфа за полотинка фалбекается вперед в атаку. Отряд из трех оставших сестер тоже фалбекается вперед. Обнимает статуи святой. Молится. Эмалятор. На левом фланге отъезжает подальше. Но в восемнадцати держит капитана под прицелом. Второй эмалятор продвигается вперед, чтобы тоже капитану нажучить. Они просто ездят вокруг нас и смеются. Эмалятор с канонессой внутри нагнетает на капитана. Эви болтер. Эви болтер попал парочку раз. С четырех пробил. Один третий сейф. Это он. Это огнеметы. Десять нахрен выстрелов. Штай из тела в пятый уже на три. Плюс пробивает. Минус. Минус два. Хорошо. Вот это минус один. Три четвертых. Ничего. Ничего. Он уже половинился где-то. Шесть третьих. И кажется, он в одной ране остался. Одна рана капитана, но своя. Абсолютно нежадный эмалятор все всаживает в одноранного капитана. Эви болтер все попал и тут же в небосию пристрелил, да? Пробил один. На минус два. Четвертый сейф. Ну так да, из-за гнеметов. Десять выстрелов не нужны тебе, Максим Стратикин. Ты зря потратил кучу КП. Кто же знал. С трех пробить. Четвертый сейф. Бум. Капитан умер. Ну, фаза. Терминатор выходит. Увидеть полотинку. Добрый вечер. Инквизитор. Чтобы точно прокинуть чардж. Подходит к девчонкам сзади. Инквизитор Констигейшн. Опять эмалятор. Седьмая сложная. Шестая. Шестая, извините. Ну и этого не хватит. КПшечка потратилась у тебя дофига еще их. Ну ладно. Почему дофига? Одна. И бэм. И ла. Так не бывает. Так не бывает. Я... Денис, я не знаю, что здесь комментировать. Это... Д3. Один. Д3. Бум. Три. Получила ранки. В результате у щит и порно косплеера две ранки осталось. Он же пытается попасть в девчонок и свой инферно пистолета. Три плюс попасть. Два плюс пробить. Я устал. Я... Я больше не могу. Я... Мне... Надоело. Легендарный парень. Ну-ка, рерол, на кол на кол. Давай. Бум. Не, смотри, пробил. Не, вероятно. Что инвульс остринский? Мне спас девчонку. И все-таки казнилась одна. Ура. Это первое, что он сделал за всю партию. И то я в рерол спас. Тактичка из хэви болтера. С плазмопистолета с перегревом в попу и эмалятору. Два болтера в девчонок. Плазмопистолет кол. Нет, попал. И пробить на три плюс же. Нет, не пробил. Хэви болтер. Три выстрела с трех, потому что стоял, наконец. Это не помогло. Пробить с пяти. Нет. С болтеров четыре выстрела, три плюс. Все, попал. И с трех же пробить этих замечательных девчонок. Три пробил. Третий арморы. Все, откинулись. Автопушка с терминатора в эмалятор. Четыре выстрела на три плюс. Два раз попасть. И пробить с четырех. Один. Пятый сейф. Это не он. Все еще крошим. Буханочку потихонечку осталось. Шесть. Шесть. Чурджи. Мариночки. Бегут девчонок. Кидают. Достаточное количество. Чтобы подойти, обнять их. Сказать, куда вы уходите от нас. Сидите сюда. Даже, видимо, инквизитор приходит с им пластиковым мечом. И таки. А вместо инферника у него, видимо, нерв. Что-нибудь. Так. Тут мы говорим оборвуч. И. Жестко. Пистолетик волшебный с полотинки. Ни разу не попало, к сожалению. Терминатор подходит. Будет резать кулаком. Четыре атаки. На четыре плюс попасть. Две. Попало. На два. На три плюс. Пробить. Обе пробили. Два четвертых инвуля. И. Это не спасло. Полотинку. Полотинка. Закончилась. Касплеер инквизитора пластиковым мечом. Девчонок. Четыре атаки с трех попасть. Мужик. Попал теперь с трех. Две. Два шестых. Это не одного шестого. Смотри-ка, что пластиковый меч заиграл. И убил. Отряд. Активируются тактикалы. И на шесть дюймов лочит аппарат. Аппарат отвечает им. Тремя жесткими ударами на шесть плюс не получилось. Мув фаза. Выходит. Цель. Чтобы поесть бутерброд на свежем воздухе. Надоел сидеть в эмаляторе. Сам эмалятор передвигается обратно. Чтобы здесь парней как-то пострелять. Этот эмалятор останется или отъедет? Что ваше. Остался. Стрельбу эмалятор в упор жгет и стреляет из хэвиболтера по тактичке. Четыре плюс хэвиболтер. Не попал. Два огнемета. О, смотри. Прометик кончился. Как так-то? Сжечь трех еритиков. Два. Два четвертых сейва. Это не они. Один парень кончился. И это был. Та-та-та-та-та-та-та. Вот этот вот. Второй эмалятор. Сделять стрельбу. Пожечь косплеера. А хэвиболтер в терминатора. Два Д6. Пять выстрелов. Кончился. Прометить это точно. И два плюс. Да, два плюс. Нашставь третью. Четыре пятых инвуль... Один. Блин, не провалился. Живучий бесполезный хрен. Остался в ранке. Вот так вот. Жадность эмалятор загубила. И хэвиболтер. Стреляет. Попал два раза. Пробить с трех. Два третьих армора. Это они. Никого в результате не прибрал. Хотя даже так бы в два пятых откинулся. Но не дожал бы. И осмелевший канонесса. Из болт пистолетов терминатора. Просто так на шару попасть. Пробить. Да. Ну-ка. Кинг кол. На прощание. Пожалуйста. Все для вас. Так сказать. В одной ранке остался. Максим дает шанс Артему. Чардж канонесса на восемь. Девять. Девять. Дошла. И бьет своей. И чардж эмалятором. А, эмалятор. Оу. Там жестко. Сколько? Двенадцать. Двенадцать. Ну, покажи два. Две фи. Почти ты был близок. Подожди. А вдруг все-таки? Одиннадцатый муж. В дюйме встана. Нет. Канонесса бьет в терминатора. Четыре атаки попасть. Угу. Все там. И это сила. Но с веролом. Одного кубика. Нет. Три четвертых инвуля. Это ноль. Четвертых инвуллей раздавило парня. Добитый ты. Короче, шанс дал, но такой, типа. Призвочный. Тактичка пихает в попу. Пять атак за парней. Все там. Там, где не надо. И с пяти четвертых сил в седьмую. Стойкость. Одна. Треть сейф. И давай с три на шестерке ответ. Да, библа. Заломай. Нет, не получилось. Все, официальное завершение партии. Подводим итоги партии. Out of action тесты. Эти парни. Один куб? Да. Бим, нормально. Так, терминаторы. Нет. И капитан. Лайк. Так, девчонки. Обычные. Нет. Ретебютерши. Нет. И полотинка. Бум. Окривел на один глаз. Такой первый рейк. Walking Wounded. Минус один к муву. Адвансу и чардж роллам. Жестко. Сестры по опту. Значит, убила канонесса одного. Полотинка один юнит. И бетти тоже убила один юнит капитана. Она же получает маркет фор грейтнос. И повышается в уровне. Все остальные пока отдыхают. Мы посмотрели, что можно дать. И пришли к выводу, что самое логичное. Это из собственной книжки. Игнор ковра. Потому что всю партию жгли, жгли, жгли. Видимо, научили жечь. У Артема следующее. Степа одному получили. За агенду No Fear. Два экспы. Два экспы. Два экспы. За непроваленные ледаки. И у них всех по четыре. Здесь Market for Greatness. За невероятный сценический опыт. Но все еще в пяти экспы. Поэтому тоже не подняли. И Капитан в двух. Короче, никто не ловолапнулся. И за победу в партии Максим выбрал, чтобы эта девчонка-полотинка получила Battle Trade. Ветеранство из своей книжки. У нее плюс атака, плюс вунда и... Лидерство. И еще плюс лидерство. Вот так вот. Девчонка пошла вверх в ношении бутербродов к своей канонессе. Ну, хотя бы на Battle Scar'ах накидал неплохо. Никто особенно не пострадал. Точнее, вообще никто не пострадал. А кое-кто, кое-кто, кто этого даже не заслуживал, получил Marked for Greatness. Я думаю, мерзавец, ты этого не должен забывать. Вот как, оказывается, для меня закончился второй тур Крусейда. Надеюсь, дальше мне будет вести больше. А пока что не забудьте подписаться на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok И подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok